Осень – это удивительное время года, когда природа дарит людям свои яркие краски, а сама в ожидании зимнего сна. В это время особенно важно позаботиться о готовности города к холодному сезону. Одна из неотъемлемых частей осеннего благоустройства – покос травы. Покос на данный момент ведется уже по заявкам 115 в основном, потому что трава в данный период растет уже намного медленнее, уже нет такого и солнечного света, тепла, уже и световой день стал покороче, и дождей у нас стало как-то в этом году, осень как-то поменьше, поэтому трава растет меньше. Сейчас работа по 115, но также и косим основные улицы. На сегодняшний момент косится Гоголя, Ленина, центр города, также отрабатываем покос по южному микрорайону. Покос травы имеет несколько важных целей. Во-первых, он придает нашему городу аккуратный и ухоженный вид. Зеленые газоны и скверы становятся еще более привлекательными для жителей и гостей города. Во-вторых, способствуют борьбе с сорняками и вредителями. Кроме того, в осенний период он помогает подготовить растения к зиме, укореняя траву так, чтобы она смогла восстановиться после летнего периода и лучше пережить холодные месяцы. А вот чтобы работа была выполнена качественно, применяются все виды техники. По покосу технология применяется все та же, потому что нормативная и права базы остаются та же по размеру травы по покосу. Техника, к сожалению, она и эта техника, она постоянно меняется, постоянно ломается. Что-то выходит, что-то чинится, но применяется весь номенклатурный перечень. То есть и трактора с прицепами, с косилками, и газонокосилки, маломеханизации, как называемые райдера, ну и ручные триммерами. Покос травы – это процесс, требующий времени, усилий и профессионализма. Однако именно он делает наш город гораздо ярче и живописнее в эту прекрасную пору года. Потому хочется наслаждаться осенними прогулками по нашим ухоженным скверам и паркам.